Митя, как говорят у нас в Горелии, значит что? Техническое оснащение у меня у вас колодка. О, ясно, ясно, ясно. Какой? 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 Я сон придался. Я сон придался. Я сон придался. Это все, что люди живые. Горельская музыкальная инструмента. Называется Йоухиком. Там слово Йоухи, что значит конский волос. С конского волоса делали струны этого инструмента. Ну и в смечке конский волос тоже использовались. Смечковые струны инструмента. Такие инструменты из этого семейства были популярны и в Норвегии, и в Швеции, и в Эстонии, куда они пришли. В Карелии, в Западной Карелии, такие же инструменты, похожие, были зафиксированы в начале 20 века финским ученым. Армас Отто Вейсинер был там экспедиции. Это с северо-запад Ладожского озера. То есть, о географии представляет хорошо. Северо-запад Ладожского озера. И вот в начале 20 века Армас Отто Вейсинер зафиксировал четырех музыкантов, которые играли на четырех инструментах. Вот это один из них. Федор Пратчу. Буква Че в корейском языке пишется, как С, с такой галочкой сверху. Пратчу. Вот он играл на таком инструменте. Немножко похожем на скрип. Таких инструментов всего лишь два есть. Один на фотографии, другой в музее. Все остальные были немножко другой формы. Но все эти инструменты объединяют то, что условный гриф присутствовал и было окошко. Благодаря этому окошку в корпусе инструмента можно было изменять высоту звука. Но не просто изменять высоту звука, как мы привыкли на гудке или на скрипке, прижимая струну к грифу или касаясь ее подгружечкой пальцев. Здесь все наоборот. Изменяется высота звука благодаря касанию струны тыльной стороны пальца. Сначала очень неудобно, конечно. По форме. Были инструменты с маленьким окошком и с более большим окошком, которые позволяли играть и на бурдоне. Вернее, на третьей струне. Потому что вот эта струна была мелодическая с окошком, а рядом струна выполняла роль бурдона. И были зафиксированы инструменты и музыканты, которые играли на нескольких строях. Вы уж извините, кто не слышит, можете подходить ближе. Да? Не стесняйтесь. Значит, один из строев стандартный. Это, допустим, кварта вниз и еще одна кварта вниз. Или квинта вниз и квинта вниз. Но вот этот музыкант играл с таким строем, который я перенес на этот инструмент. Первый тон лада начинался с нижней струны. Потом шел второй тон лада. Вторая ступень лада. Потом третья. Если мы вот эту струну перенесем на октаву ниже, то она уже будет звучать бурдоном левистом. Вот таких три варианта строя. Это что касается... И еще зафиксирован инструмент с двумя струнами. Кстати, такой инструмент в фотографическом музее в Санкт-Петербурге. Йокика с двумя струнами. Что служило струнами? Я уже сказал, это волосы и название Йокика. Но иногда использовали жилу и какие-то другие. Но кроме струн. Струн скрипичных или каких-то других. Зафиксировано на таких инструментах не было, насколько я знаю. Вот этот инструмент я сделал из березы. Обычно, конечно, делали из сосны. Дека часто была из сосны. Причем, очень часто встречаются инструменты, где для деки использовали распил не радиальный, а тангентальный. Понимаете, да, о чем я говорю? Мастера. Или не понимаете? Вы как реагируете? Мастера не понимают. Мастера не понимают. Хорошо, я объясню, это несложно. Если мы возьмем дерево, распил дерева, там есть годичные кольца. Если мы возьмем участок от края к центру, это будет радиальный распил, радиус. Вот этот распил обычно используют для деки скрипки, гитары и так далее. Потому что там волокна расположены, соответственно, жесткости больше. Тангентальный распил это участок вот этот, где слои находятся вот так, понимаете, да? Радиальный распил это, если мы возьмем деку, допустим, да, который сделан из радиального распила, то волокна находятся вот так. Если мы тангентальный разднем, то в нем волокна будут находиться вот так. Как правило, вот по законам акустики используют радиальный распил. Я уже говорил про скрипки, про гитары и другие музыкальные инструменты, это современные. Но, тем не менее, много инструментов зафиксировано, где использовали распилы тангентальные. Тем не менее, эти инструменты звучали. Инструмент делался из куска цельного дерева. Внутри выдалбивалась пустота сверху и прикреплялась дека. Дека могла быть из хвойного, из хвойной породы дерева или же из лиственной породы дерева. Часто те инструменты. Как деки крепили? Их прибивали гвоздиками металлическими, деревянными гвоздиками, иногда приклеивали. Деки были как и накладные, которые сверху просто накладывались, да? И врезные, то есть они сливались вместе с корпусом, вырезали такой паз и дек оттуда устатывали. Если сравнивать этот инструмент со скрипкой, то какие отличия? Ну, скрипка, вы знаете, как устроена, да? Есть душка, которая передает напряжение от струны мелодической на нижнюю деку. И звук тоже распространяется таким образом. То есть она не позволяет верхней деке проваливаться под нагрузкой. И делает инструмент более громким, и инструмент, в котором можно регулировать тембр и громкость. Если мы анализируем старые инструменты, которым более 100 лет, вот этот инструмент мы возьмем. То тут эта проблема решала следующим образом. Во-первых, вот этот инструмент, он глубиной, наверное, сантиметров 8. 7,5-8 сантиметров. То есть довольно глубокий. По форме шла небольшая имитация скрипки. Видно, да? Есть еще другой инструмент, где вот эта часть в месте подставки более узкая. Более контрастная разница в размерах. И вот здесь, чтобы дека оставалась целая, используется следующая хитрость у мастеров. Подставка, она была широкая. Видите? То есть подставка обралась на боковые грани инструмента, вот в этой узкой части. Таким образом, дека не провалилась. Вот такая специфика этого инструмента. Душка, которая присутствует от обычного скрипа, как правило, она отсутствовала. И такой инструмент звучал не очень ярко. С волосиными струнами, которые всегда очень сильно реагировали на влажность и температуру. Волосы сразу тянутся, и строй меняется. Вот такие были особенности инструментов того времени. Но можно сыграть пару звуков, чтобы вы понимали, о чем разговаривали. Понятно, да, немножко? Если кому-то не видно, я говорю, откажите. Получается, что я за какой-то оградой. На инструменте на этом тяжело играть стоя, конечно. Вот когда мы сидим, вот у нас Паша Добрый, наш музыкант известный, будет вам потом рассказывать, как на нем играют. Но я в двух словах расскажу. Должно быть три точки опоры. Одна на колене, левой ноги, если вы правша. Другая под коленом, правой ноги. И третья просто вот здесь, видите, вот так вот и стоит. И тогда, когда я большим пальцем, вот три точки, видите, я могу играть. Там и так, и так, и так. И вот наглядный пример. Дедушка в деревне сто лет назад даже больше шпарил, играл танцевальные мелодии. И не только танцевальные. Дедушка Федя всех веселил. На первый взгляд инструмент кажется очень неуклюжим, не гибким, да. И на нем непонятно, что играть. На самом деле играли танцевальные мелодии, очень быстрые, задорные, в темпе 160-170, да. То есть очень быстрая мелодия. Там, например, не знаю, получится время, согласись, как играл этот дедушка, да. Ну вот, шпарил. Я играл на двух струнах. Вы, похоже, подошли. Вот, например, в этом строе лад начинается вот с этой струнью. Первая ступень, вторая, третья и так далее, да. Ну, я не длину струну меняю, а длину звучащего тела, скажем так, да. Какие особенности и, как бы, ноу-хау мои, если можно сказать. Вот это как раз инструмент, на котором я решил, кстати, поисфориентировать немножко. Вы, ребят, посмотрите, там вот слева есть два инструмента из этой же серии, да. И очень часто, ну, сейчас ставят стрипичные машинки для микро-подстроечки, да, чтобы было удобно. Ну, вот, конечно, старых инструментов такого не было. И так как корпус инструмента не очень широкий, то уголки находятся близко друг к другу. И не очень удобно подстраиваться, особенно при тонкой настройке. Вот я решил эту проблему решить таким образом. Я развел под углом колочки, да, вот эти. Теперь и сделала подлиннее. Хотя иногда были такие длинные уголки. И теперь очень легко настраивать. Рука не задевает, не мешает. Вот такую штуку сделаю. И еще я поисклиментировал со струнами. Вот это теперь многие музыканты и мастера используют леску. Это не волосая леска, она нам все равно проходит. Передает очень похожий тембр, близкий к оригинальному, с волосяными струнами. Но не реагирует на температуру и на гладкость. Я еще попробовал использовать зубную нить. Простой материал, да? Там шелк чистый. И она передает немножко больше высоких частот этому инструменту. И немножко больше песочка. Ну, в зависимости, какой тембр. У меня на одном инструменте была мелодическая струна. Тускловато. Я поставил из этого материала. Это не обмотка, да? Нет, не обмотка. Это просто... Ну, я могу вам показать, как это делается, да? Наматывается леска, леска, завязывается узел, и потом она скручивается просто немножко. В отличие, например, от тех же южных или туинских инструментов, где у них струны не скручиваются, просто нейлоновые струны натягиваются. Вот благодаря вот этому ноу-хау моему, так сказать, чего я добился. Я добился того, что, когда музыкант играет, у всех руки разные, пальцы. Ну, во-первых, мензуру можно менять, да? Скрипичную делать, я ее трогаю, кому как удобно. Потому что если пальчики у девочки или мальчика или у ребенка небольшие, то ему удобно играть, когда все рядышком, да? Например, альтовая мензура, мензура это расстояние от колка, ему неудобно. Ее можно менять. Но еще очень важно для удобства игры, вот это расстояние, мне напротив себя неудобно показывать, да? Вот это расстояние между грифом и струной, чтобы туда помещался палец. Потому что если я натяну, ну, сейчас переделаю, да? Показать вам. Если я натяну струну с этой стороны. Маленькое эксперимент. И, конечно, играть менее удобно. Ну, привыкнуть можно, но палец сразу сделает. Кому как удобно. Но вот если музыкант ребенок или пальчики маленькие, то можно перернуть на эту сторону тоже удобно. И вот благодаря тому, что колодка находится под углом, мы тоже можем изменить расстояние, да, от грифа. Еще поднимая струну выше или ниже. Вот такая история. И как бы она себя оправдывает, потому что очень удобно. Под каждого музыканта индивидуально потом менять инструмент. Не переделывать, а просто трансформировать уже готовый вариант. Ну вот, наверное, все по конструкции. Тут ничего такого особенного ведь нет. Чтобы какие-то секреты открыть или что-то еще. У вас какие-то вопросы есть? И поиграть. Сейчас делают современный инструмент, который с дужкой, с пружиной. Ну, вы знаете, да, что такое пружина? Кто не знает? Вот в этом месте деку предохраняет от того, чтобы она проваливалась дужка. Такая палочка, которая ставится, и все до сюда. А вот с этой стороны, как у всех скрипок, приклеивается, приклеится деревяшка ребром. На таком расстоянии. Она стоит жестко, с чего это? Это 3 инструмента. Что-что? Пружина. Что пружина? Где она находится? Пружина находится вот в этом месте. То есть с этой стороны плоскости. У скрипок. Ну, если внимательно, ребят, есть скрипки, посмотрите. Вы увидите, да? В эфу посмотрите, увидите пружину. Не знаю, у ребят есть, у вас пружинки от дужки, да? Дужку или пружину? Пружина есть у вас? Есть. Ну да. Вот конструкция, кстати, нафиг. Так вот, в традиции, в старину не было ни пружин, ни душ. Конечно, инструмент... Во-первых, напряжение было меньше, да? Инструмент звучал намного тише. Ну, в то время и не нужно было, чтобы инструмент играл гром, потому что изба была, все было слышно, места было мало, и, по крайней мере, с таким оттенем все не было. Под них больше плясали или больше их петь? Плясали, конечно. Ну, были и лирические песни. Какие-нибудь там. Такая песенная мелодия. Теперь музыканты играют одновременно и на двух струнах, и на трех, и аккордами, и как угодно. И подушечками пальцев. И, кстати, в последнее время стали применять вибрато, которого раньше не было в традиции, как на скрипке. Подвешивали заготовки, и они пропитывались... Дерево высыхало и пропитывалось часами. То есть оно было сухим, оно было пропитываем сажей, оно не впитывало влагу, поэтому оно было плотным, и акустические свойства были совсем длинные. Вообще, если представить то время, вот почему не было нижней деки, как сейчас принято, да? Потому что раньше играли, клали инструмент на стол. Если представить корейскую избу, там вот такая большая горница, по периметру скамейки, стол, икона как бы, и вот в кантелях клали. Субтитры создавал DimaTorzok Ты весь дом звучал, весь дом с музыкальным инструментом, резонером, поэтому у многих инструментов нет нижней деки. Вот история вам, пожалуйста, до четвертой недавности, да? Инструмент. Ну у нас фестиваль про скрипку, вот еще один инструмент интересный, народный кларнир, который... Ритта Лиза Йоцвинлахчинска, как я помню, как это. Угу. 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 Блин, знакомый хороший. Есть Раун Алиеми, который делает, играет там, Крипта Лиза. У них парнишка закончил в Академии, он давно, лет 10, не знаю, он играл, вот. И пожалуй все. Ну это мало, но и теперь вообще не считается. Ну очень мало, но это колесный инструмент. Вот финнам много, при всем уважении к ним. Благодаря им, конечно, блогирую, что тоже рано не видно. Благодаря ему. Больше на дуду похоже, наверное, да? Угу. Хотя, это такая современная интерпретация той традиции. А раньше Монштур, он был так устроен, что трость была сверху. Уживила или еще. Но, конечно, звучал более ярко. Это мягкие. Вот эта флеточка называлась Пайю Пилли, всем известная, и вывая свисточки, да? Иногда, если она была подлиннее, ее называли Питка, значит длинной Питка. Бертоновая, да? Да, Бертоновая. Питка с луидом. Пойду по-прински плейтом. Питка ходит же, длинные плейты, да? Да. Ну, были и коротенькие рапции, но это понятно, да? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я тут сымитировал, внутрь вставил пластиковую трубочку, и сверху одел коров игри. Ну, так как было раньше, чтобы она у меня в 10 лет, она не портится, не ломается, да? Вообще, инструмент был сезонный и служил несколько недель. Ну, какую ещё? Вот ещё история интересная с этим дедушкой связана. Это уже, если честно сказать, не Карелия, а Энберманландия. Ближе к вам, Канкт-Петербург. Этот дедушка, он самый жор. Ближе к Эстонии, да, территория. По южному берегу Сульского залива. Он мальчиком работал помощником пастуха. В Валево-Феде. В Валево-Феде. В Валево-Феде нарушил пастуха. И перенял традицию в пастуши. Традиция была очень богатая, музыкальная. И вот это точная копия инструмента, на котором в то время играли. Вот ещё девушка 40-летняя играет. Вот так он же третий. Валево-Феде. Валево-Феде. Потом он вырос, стал работать по ступням. Въехал в Финляндии. В Финляндии. Он начал делать в Финляндии. Да, из березы, из калины делали. Это я сделал из ясеня. Веточку, дерево раскалывали на две части. Выбирали. Делали. Штука, потом берестой скрипели. Калюка, это обертановые инструменты. Да. Но и калюка, какая из. Калюка, она как бы подразывает инструмент большего диаметра, у которого нет втулки. Когда трогаете, не забывайте, что там в Майдуре. Что там? А, вот это подальше. Просто имейте в виду, мое здоровье ваше. Все, не надо, у меня все устраивает, спасибо. Совсем красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Накладной. Иногда встречаются инструменты без грифа, то есть просто продолжение корпуса, без накладки для расширения диапазона. Дело в том, что вся народная традиция, как правило, играется в первой позиции. В пределах октавы этого достаточно, на двух струнах, на трех играть. Поэтому, в принципе, вот эта позиция, она не нужна. Накладка грязная. Просто делали имитируя скрип. Ну, там какой-то, допустим, мастер себя более крутым щитом, но сделал накладку. И если изучать традицию, я приготовлю на мелодии, то это, собственно, не нужно. Потому что играет. Ну, вся народная музыка играет в первой позиции, да? Взять там Молдавскую, Лисуевскую. Достаточно. Чувствую скрипач, меня слушает. Спасибо. Вот.